Это то самое место, где в результате хлопка газовоздушной смеси была уничтожена времянка, а женщина и ее дочь получили тяжелые ожоги. По словам специалистов газового хозяйства, виновник незаконно подсоединил свой дом к газоснабжению. Из-за трещины, образовавшейся в месте соединения, газ, нашедший выход, накапливался во времянке соседа. Он незаконно потреблял газ, то есть заворовство будет на чтение произведено, ущерб будет выставлен ним. За незаконную врезку тоже будет выставлено, штрафная санкция будет применена. Понесут наказание и те, по чьей вине в Шемкенте произошло несколько несчастных случаев, унесших жизни четырех взрослых и пяти детей. Не сбежит наказание и нарушитель, установивший в своей квартире газовую колонку с выводом дымохода в вентиляционный канал. После череды несчастных случаев в Шемкенте были созданы мобильные группы в составе представителей районных акиматов, службы ЧАЭС и газовой службы. За 14 дней они обошли почти 158 тысяч абонентов. В ходе рейдов было выявлено 153 нарушения. Зачастую это установка газового оборудования с нарушениями, вывод дымоходов, вентиляционный канал и незаконные врезки газопровод, что в результате приводит к несчастным случаям, как это было в Тасае. А вчера в вентканале многоэтажного дома также произошел хлопок. Один из жителей установил газовую колонку и вывел дымоход в вентканал. Он подвергал опасности всех соседей по стояку. Аким Шемкенте благодарит как сотрудников мобильной группы, так и домкомов за огромную проделанную работу. То, что вы проработали 10 дней, вы спасли столько людей, которые могли бы... На самом деле, вы же сами понимаете, продукты горения, если неправильно установлены колонка, это все равно приведет рано или поздно трагические последствия. 153 неправильные установки в этих газового оборудования. Значит, поэтому я хочу сказать, я в целом, когда мы... Многие здесь помнят, данная работа была начиналась, и когда сказали, что порядка 200 тысяч оппонентов необходимо было проверить, многие усомнились, что в течение 10 дней здесь невозможно оплатить. Но благодаря общественности, уличку всех, кто на местах является, я в первую очередь хотел поблагодарить вас, потому что широкий охват у нас получилось создать за счет общей организации работы. По 18 тысячам, которые не допустили себе проверяющие оппоненты, то есть 18 861 абонент, которые не допустил на свой территорий, потенциально являются проблемой зоны для нас. Что касается нарушителей, из-за которых в городе произошли несчастные случаи, то в отношении их будут приняты меры, вплоть до уголовного наказания. Соответствующее поручение сегодня еще раз сделало Акимгорода сотрудником ГУВД.